Доллар до каких пор еще расти будет? Немножко еще. Еще немножко? Чуть-чуть. А вы скупаете доллары? Не боитесь? Не боюсь. То ли русская авось пронесет, то ли народное спокойствие, но в России, во всяком случае в Сибири, не паникуют. Чего не скажешь об остальном мире. Черный понедельник, так как крестили 9 марта на фондовых рынках, когда рухнули цены на нефть. А распадает нефть и растет доллар. В пятницу 68 рублей, в понедельник уже 75. Я ему говорил, когда были они по 68, я говорил папе, говорю, давай купим он что-то. Говорит, а вдруг они не поднимутся. А сейчас поднялись. Устами ребенка глаголит финграмотность. А если серьезно, первая реакция населения, как в 2008, как и в 2014, менять валюту, попробовала и я. Из первого банка, где цена покупки доллара, одна из самых выгодных в городе, ушла ни с чем. Нет, мы не продаем, что с ним покупаем. А это вообще или сегодня нет. Ну и сегодня, пока у нас такая информация, будем все позорно обновлять. Нет, мы не знаем. В телефонном разговоре нам пояснили, что продажу приостановили до середины дня. Ждали подъема цен. Объехав еще пару адресов, ажиотажем мы не увидели. А вот валюту нашли. А сегодня все ходят, да, покупают? Да ничего не делают. Смотрят, курсы уходят. А вообще правильно сейчас покупать, да? Да, я правильно понимаю. А что делать? Как сказать, жизнь идет, ну что сделаешь? Да ничего не сделаешь, правильно? Надо просто подстраиваться под то, что есть. Мы с вами изменить сильно ничего не изменим. Хоть мы напишем куда-то, хоть пойдем куда-то. А вы готовы не ездить там за границу в путешествие? Это же все равно. Ну я, честно, ни разу не был за границей. Я тоже не собираюсь в отпуск, поэтому купила 50 долларов в копилку. Здесь курс продажи 77 рублей, а в банке за углом 75. Там и купила 10 долларов. И вот вам совет. Не поддавайтесь панике и тщательно выбирайте, где менять валюту. Пока не выросло. Я думаю, до 100 долларов, до 100 рублей, за доллар, рублей возрастет цена. Но это же потом спадет, как вы думаете? А смысл-то какой? Девальвация-то рубля уже произойдет. Такой сценарий не исключают и эксперты. Кандидат экономических наук Анатолий Болдин-Кронберг поясняет, что все покажет цена на нефть. Если он падает ниже 30, то, соответственно, там вот аналитики финансовые, они говорят, что там следующий уровень, к которому будет стремиться рубль, это где-то 7,7 с половиной. То есть, если он это пробивает, уровень поддержки, то он может и дальше начинать падать. Тем не менее, менять валюту надо было еще в декабре, а теперь бессмысленно, утверждает эксперт. Например, мне, чтобы выйти хотя бы в ноль, нужно ждать цену продажи долларов 77 рублей. Сейчас Центробанк предлагает за доллар 67. Так что я могу вообще не отбить свою предосторожность. Но бюджет страны пока не пострадает, уверен же Болдин-Кронберг. А вот как это отразится на стоимости той же бытовой техники или бензина, кажется, мы узнаем совсем скоро. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком.